Всем добрый вечер! Мы с вами с Божьей помощью продолжаем наш разговор про Давида и про то, что начало происходить в Божьей Собилии. Наша целью сегодня является довольно далеко продвинуться, собственно говоря, если получится, то к моменту завершения Святой Храма Соломона. У нас в прошлый раз было много разговоров и мало картинок, а в этот раз картинок будет очень много. Нам, ну, какие-то из них надо будет посмотреть краем глаза, но такие можно будет посмотреть достаточно поверхностно. Значит, сегодня нам предстоит разобраться с действительно довольно большим количеством зрительного ряда, связанного с устройством Иерусалима и Храм Байгара. Я сейчас включу последнюю картинку, на которой мы были. По-моему, вот это, да. Значит, еще раз, как всегда, повторяю всем свою просьбу, у вас над картинкой есть плюсик-минусик, с помощью которого можно регулировать размеры изображения. Значит, мой совет каждому слою на экране картинку максимально увеличить, чтобы она занимала максимум допустимого для нее места. Значит, и того, вот последняя иллюстрация, на которой мы в прошлый раз остановились. Значит, мы помним, что это изображение топографии окрестности Храм Байгары. Значит, я вкратце напомню основные топографические названия, о которых мы говорили, это важно. Значит, направление в длину этого ована от юго-западного, от левого нижнего конца до правого верхнего, от направления с юга на север. Мы помним, что холмы здесь идут с юга на север. Значит, весь этот холм, это храм Байгара. Город Давида, вот он. Мы помним, что к востоку, крутое ущелье Кедрон, вот оно. Мы помним, что к востоку от Кедрона, самый высокий холм города, Масличная гора, вот он. Значит, чтобы сориентироваться примерно вот здесь, где я сейчас показываю, сегодня находится Гессиманский сад. Примерно здесь гора Скопус и корпуса еврейского университета сегодня. Значит, весь этот блок вместе называется храм Байгара. Мы сейчас посмотрим на карте, аккуратно поймем, что же именно здесь запрошено. Слева мы помним лощину запада. Там, где сегодня плачет перед ценой плача, и сегодня эта лощина покрыт культура на север. Наверху верхний город. Значит, здесь грубо современный мусульманский квартал. Здесь грубо современный еврейский квартал старого города. Повторяю, сейчас мы все это увидим. Значит, гора Сион и крепость Сион Давида, это южный склон храм Байгары, это вот здесь. Мы говорили, что гора Сион была неправильно идентифицирована в 19 веке на несколько сот метров юго-западнее вот здесь, и это неправильно. И там находятся сегодня, так сказать, неправильные Сионские вороты старого города. Значит, это, да, и последнее, значит, город питался водой из источника. Источник, мы говорили, находится на точке перегиба склона горы вот здесь. И сейчас мы это увидим поподробнее. Естественным образом источник – самое уязвимое место во время любых военных действий в связи с городом. Поэтому понятным образом источник всегда закрывали некоторыми башнями, паскировали, попадали от него в это право. Сейчас мы все это увидим. Значит, прежде всего Давид, он сюда приходит, он берет город. Мы сейчас несколько возвращаемся назад во время действования. Мы уже говорили про время после завоевания города, когда Мин покупает губно, а равно мы сейчас увидим, где. Значит, то, что изображено на этой картинке в целом. Это, на самом деле, время уже не Давида, а Суламона. И здесь застроена верхняя часть, северная часть храмовой горы вот здесь. И, значит, некоторое изображение, символизирующее храм. Это не время Давида. Во время Давида вся эта северная часть храмовой горы застроена не была. Значит, именно здесь где-то находилась губно-арабная. Значит, мы сейчас обсудим, где именно. При Давиде, вот то, куда я сейчас покажу с телкой, примерно вот этот уровень, это была северная граница города. Значит, вот отсюда и до южной балконности. Значит, картинка следующая. Нам потом придется к ней возвращаться еще в другой снизу к этой картинке. Значит, есть просто на одном изображении изображены водные сооружения разного времени. Значит, у нас с вами вот то, что на этой картинке изображено, нас интересует только исключительно вот эта вот часть, которую я показывала стрелочкой, а та, которая закрашена в такой бежево-коричневый цвет. Значит, это, видите, в разрезе угрудненным образом район источника и крепостных укреплений около источника. Значит, здесь, понятно, разрез, понятно, что вот он источник, как он называется, гихон, буквально пульсирующий. Значит, над ним крепость, которая его скрывает. Все это возвышается над Баде Кедрон, над Ущельем Кедрон. Значит, понятно, что мы это видели на картинке, это в некрепостной стене. Значит, вот фрагмент крепостной стене он дорисован. Значит, понятно, что в случае осады воду нужно подводить город. И стандартная военная хитрость, значит, из города существовала некоторая туннель, вот которая здесь нарисована вот этим коричневым цветом. И воду, видите, дорога идет наверх, вода так всех не умеет. И воду приходилось, ну, грубо говоря, спускаясь по этому тоннелю, таскать вручную из источника, а из источника он закрыт башню. Значит, Давиду брать крепостную стену, которая высоко на горе вот здесь, ему это трудно брать. Помните, там на ней армия была, камнями кидали, слепые стояли, хамы стояли. Давиду проще было брать, и так всегда и поступали в древних войнах, ему было проще брать вот это сооружение, которое стоит над ущельем. Если ты взял это сооружение, то тебе открыт вход в город через вот этот вот водопровод. Значит, отсюда и гибридский текст из книги Самуила, значит, Давид всячески поощряет своих солдат именно на то, чтобы пробраться в город через вот этот водопровод. Что и произошло, значит, таким образом город был всякий. Значит, я повторяю, нам, наверное, на следующем занятии придется еще раз внимательно посмотреть эту картинку. Уже в среде другой совершенно эпохи, после Домиды Соломона, во времена царях Искияло. И мы тогда будем смотреть не на то, на что сейчас смотрим, а будем смотреть вот на это сооружение, на это сооружение, и на это сооружение, но нам сейчас это пока не нужно. Значит, теперь... Значит, это современная картинка, как на виде с вертолета мог бы выглядеть Давидов город. Значит, еще раз видно. Понятно, что это реально просто впишено в фотографии. То есть, взяли обычные вертолетные фото и их к нему дорисовали. Значит, еще раз. Вот кедрон в ущелье, по нему вот тропинка идет. Вот крутой склон Масличной горы на востоке. Вот все это вместо закрепостной стеной, это город Давид. И обратите внимание, очень важная вещь, прямо в библийском тексте сказано, что Давид не только укрепил город, не только построил крепость селом, он еще, буквально цитирую, перевожу в ритте, сделал мило. Значит, большой интересный вопрос, а что же такое это самое мило? Значит, корень Менбамет Айлев наполнять. Значит, судя по всему, и по раскопам так, здесь, между нижней части храма, вот здесь, и верхней части храма, где будет храм, была седловина. Значит, насколько мы можем сейчас, понятно, у нас весьма ограниченные возможности копать, насколько мы можем сейчас себе представить, седловина там таки да была, да была засыпана по виденному дарину, что и совпадает библейским текстом. И сейчас мы это увидим на других картах и фотографиях. Значит, вот эта засыпанная седловина, это вот эта узкая горушка. Значит, те, кто бывал в Иерусалиме, в этих листах, наверное, представляют себе. Сегодня, вот там, где сейчас стоит моя желтая стрелочка, это сусе, которое идет вокруг старого города, мимо мусорных ворот и стены плачет. Значит, если сегодня заходить на раскопки города Давида, то заходить нужно примерно вот через вот самые засыпанные мило. Сегодня там, понятно, плотная арабская заставка. Значит, Давид засыпает эту седловину. Где-то там наверху, понятно ли, что он будущий храм. Где-то там наверху гумноарабная. Значит, сейчас мы чуть листнее про это скажем. Давид, как мы помним, храм не строит, но что? Давид строит дворец. И впоследствии все дворцы будут стоять именно на этом самом верхнем, верхнем городе. Значит, мы говорили, вот здесь нижний город, живой, плюс крепость Циен. Есть верхний город вот здесь, дворцово-храмовый комплекс, как мы это называли в прошлый раз, Акрополис, верхний город. Значит, то, куда сейчас показывает моя стрелка, это место дворца Давида. Мы помним, дворец Давида строит дружественные тиски финикийских царь-хирам. И сегодня про него еще пойдет вечер. А здесь во времена Давида пустое место. Здесь гумноарабное. Он его покупает, как и почему мы это обсуждали в прошлый раз, и строит здесь жертвенник. И прекращается мор, которым Давид был наказан, все это обсуждалось. Значит, Давид изначально, когда он приносит ковчег из иудейских гор в Иерусалим, он его размещает, как сказано, где-то в городе Давида, мы не знаем где, вот где-то здесь. А когда он покупает гумноарабное строительство, здесь жертвенник, он перемещает ковчег куда-то вот сюда, наверх, в район будущего храма. В район будущего храма ничего точнее сказать не можем. Единственное, что ясно сказано в библейском тексте, там вагову поднять, то есть он поднимает из города Давида, отсюда вот куда-то сюда, наверх. Значит, повторяю, здесь крепость, здесь источник, здесь засыпанное с огловиной мило, здесь Давидов дворец, а здесь пока пустошь гумноарабное, на котором Давид строит жертвенник. Теперь... Да, давайте на секунду вернемся. Чтобы вы сориентировались сегодня, мы сейчас увидим, соответственно, где карте фотографии. Место Давидова дворца, позднее Соломонового дворца, это как раз в верхней части засыпанного сегловини, вот здесь. Здесь стоит Давидов, позднее будет Соломоновый дворец. Вершина, повторяю, пустая. И сегодня это место мечети Аль-Акси. Такое сереброство, серый купол на храме Гагария. А место храма плюс-минус, это золотой купол Куба Таршаха в арабской гипотезе. Золотой купол Куба Таршаха в арабской гипотезе. Интересный вопрос о точном расположении храма и святой святых. Значит, понятно, будь у нас техническая возможность произвести там раскопки, а вопроса бы не было, но мы можем рассуждать сегодня исключительно умозрительно. И есть существенное основание предполагать, что золотой купол сегодня стоит не там в точности, где стоял храм, а примерно на 70-80 метров южнее, чуть больше. Значит, оснований для этого два. Ну, в том, что мы сказали, глядя на эту картинку, скажем, золотой купол сегодня стоит, грубо говоря, вот здесь, несколько южнее, а плоденное место храма чуть-чуть севернее вот здесь. Значит, ну, чтобы был понятен масштаб, значит, это от самой южной точки этой конструкции до самой северной точки этой конструкции расстояние несколько больше километра. Значит, соображение, почему нам хочется передвинуть храм на 70-80 метров к северу от золотого купола, вот так вот. Их два. Соображение первое, оно относится к эпохе второго храма. И тут это и в текстах, и археологически документировано. И у нас нет оснований предполагать, что второй храм был построен не там, где стоял первый. Время прошло, на самом деле, очень немного. От разрушения первого храма до того, как пришли сюда евреи назад. Прошло 70 лет. Это жизнь двух поколений. И все это помнили. И нет оснований считать, что второй храм был построен не на том месте. В эпоху второго храма, когда мы будем говорить о храме, он очень подробно разглядывается, обсуждается функционал. Прямо напротив храма, если двигаться от храма на восток, были ворота, восточные ворота храмовой горы. Вот они были здесь. Из этих ворот первосвященник выводил красную корову, которую убивали на Масличной горе. Значит, тому будет отдельно большой разговор. И от ворот прямо на восток, через ущелье вот здесь, пролегала дорога на таком трехъярусном акведуке. Почему это так не было связано с соображением истории на чистоте? Повторяю, тому будет подробно рассказано. Но сейчас важнее здесь. Были и документированы ворота. Был и документирован мноярусный акведук, который шел через ущелье Кедровно-Масличную гору. И и то, и другое у нас абсолютно ясно идентифицировано археологически. И вот они-то и находятся на 70 метров севернее современного Золотого кубка. То есть, учитывая, что есть прямое указание в весь контексте, что вот эти ворота были строго напротив восточного хода в храм, мы предполагаем, что Золотой Купол стоит внутри. Второе соображение, почему Золотой Купол стоит неправильно, вот следующая картинка. Значит, это разрез Купол-Масковой. И нам здесь любопытно вот что. Если сейчас это, понятно, по церническим причинам невозможно, но когда-то возможно было еще буквально 10 лет назад. Если взять и туда внутрь. Ну, вы представляете себе, что посередине, под Золотой Купол находится некоторая скала. Утверждается, что это та самая скала, где Мухаммад возьмется на небо на коне. На ней мусульмане показывают даже отпечатку как будто коня. И вот, якобы, мы помним, что, начиная по крайней мере с книги Хроник, это место, оно начинает называться Дарам-Алеан. И это место идентифицируется, по-видимому, со времен Давидов, с местом отношения в рамках. Так вот, скала-то действительно есть. Это очень ясный такой плоский выход скалы, метр восемь диаметра. Ну, вот беда. Вот здесь вот, в южной части этой скалы, есть большая пещера. А вот эта скала и то, что происходило на месте Святая Святых. Понятно, что во втором храме, где ковчега не было, была просто обнажена эта скала. И, как сказать, Святая Святая Святых была пустая, а была скала, на которой предсвященник в Йон-Кипуру мускурял. Так вот, у нас есть подробное описание этой скалы. И есть таких описаний. Ковчега второго храма не следует, чтобы скалой была какая-то пещера. А пещера есть в типографическом одноместном месте, где в этой пещере был. Значит, итого, у нас есть два соображения по поводу неправильности идентификации места, изначального места храма, то есть гумноаравны. У нас есть два соображения. Первое – это расположение ворот и акведук на Масличную гору строго напротив с востока. Повторяю, они находятся севернее, чем сегодня. Это храмовая, чем эта храмовая, мусульманская постройка. Второе соображение – это наличие в этой скале пещеры, которая не документирована. Документированная должна быть со всех сторон обязательно. Значит, тем самым повторяю, наиболее вероятно, что храм находится не там в золотой куполе, а несколько северных. А мусульмане, кстати, сегодня тоже хорошо понимают, что там некоторые выделенные места, видимо, есть какая-то традиция. И на этом месте стоит некоторая мусульманская культовая храмовая купольная постройка. Значит, это то, что касается собственной идентификации места. Теперь, значит, вот карта всей этой окрестности. Значит, для понятности здесь, повторяю, постарайтесь увеличить. Я у себя увеличил, но вы этого не увидите. Значит, здесь для понятности изображена, разумеется, несуществовавшая вот лина Давида, крепостная стена современная. То есть, это вы посмотрите на современную картину. Значит, вот эта вот линия, посмотрите, вот она идет, вот она идет, вот она идет, вот она идет. Это современная стена Старого города, просто для ориентации. Значит, направление на север наверх. Значит, на западе вот здесь Ядские ворота, всем известно. Здесь находятся Шхемские ворота. Здесь, кто знает, находятся Овечьи ворота. Вот Храмовая гора. И вот теперь давайте смотреть вот на этот красный пунктир. Вот он, вот он раз, вот он два, вот он три. Значит, вот та загогулина, которая находится внутри этого красного пунктира, это и есть, собственно говоря, место, о котором мы говорим в связи с Давидом. Значит, кто умеет читать не видеть, что тут подписано. Внизу Ир Давид, город Давид. Значит, здесь живая часть города. Здесь же крепится он. Значит, вот источник, обозначенный красной точкой, подписанный Гихон. Вот источник. Значит, тут мы будем говорить на следующем занятии. Водопроводят источник к Силамскому пруду, который сделал Чехийский ябл. Это только потом. Ну, просто, чтобы вы понимали, что здесь. Значит, здесь, повторяю источник, здесь были крепостные сооружения над ним. Именно здесь, в уровне Давида, вошли водопроводы, подняли в город. Значит, повторяю, город Давид и здесь Кэпистион, здесь. Офрель, мы обсуждали это слово одно, кремной город Мафула. Возвышенность Акрополиса. Значит, здесь, по-видимому, засыпанному Сильбоведу. Здесь стояли дворцы. Значит, повторяю, место Давидова дворца здесь, на месте современная адапция. И вот где-то здесь, на севере, в северной конструкции. Самая северная часть этого холма самая высокая. Гумнула равна Эзистелха. Справа вот это все подписано. Ущелье Кедрон. При Давиде и при Соломоне город занимал только то, что нарисовано внутри малого красного пунктира. А вот уже при царях после Соломона город существенно расширился. Это всего текста, о которых мы будем говорить. Расширился он на запад. И занял территорию нынешней уже Сионской горы здесь. И нынешнего еврейского квартала здесь. Значит, в библейской тексте эти места, они называются, соответственно, подписаны Мишне и Махдеш. Значит, еще раз. При Давиде город находился внутри вот этого вытянутого пульса с юга на север, обведенного красным пунктиром. При Соломоне и далее при царях город расширился на запад и занял пределы как бы максимальное внутри красного пунктира. Значит, с этой карты я полагаю, что все понятно. Картинка, наверное, следующая. Современное, понятно, фото. Как это выглядит на местности. Значит, это уже просто современные вертолётные фотографии. Значит, это ровно то, что мы сейчас видели на карте. Значит, вот город Давиде. Здесь же была крепость села. Значит, вот тот угурец, который там был обведен красным пунктиром, здесь обведен белым пунктиром. Значит, вот город Давиде. Значит, вот здесь находится источник и здесь был водопровод через который они дожди. Здесь, начиная отсюда, начинается засыпанная дворец. Начинается она здесь. И идет досюда до Давидова дворца. Значит, вот она. Видите, на месте Давидова дворца виден серенький купол Алекса. Значит, повторяю, отсюда досюда, это засыпанная, это называется Офай, верхний город Илюмио, на вершине всего этого, Давидов дворец. А еще выше, еще севернее, вот здесь, современный золотой купол, и то ли там, то ли на 70 метров севернее находился храм. Значит, сейчас фотография этого, да, все понятно, тут просто должны севертироваться. Продолжение следует. Правда… Рукой. Людворение следует. Рукой. 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 Так, скажите, пожалуйста, что-нибудь напишите мне в чате. Крайно ли я понимаю, что у вас в экране нет никакой практики сейчас? Сейчас нет. В конце предложения как бы не затухайте, а то есть не разборчиво действует. Сейчас нет никакой картинки. Тут просто какая-то авария, видимо. Сейчас нет. Нет, сейчас есть, понятно. Начиная с некоторого номера, почему-то они не отображаются. Так, вот это последнее, что мы видели. А дальше мы не видим. Все, значит, тогда я включу режим, чтобы вы видели мой экран. Я буду показывать тот же самый, как он со своевым экраном. Значит, ну, вы за это будете хорошо и удобно видеть весь экран. Азарно скажете, может быть, так вообще на будущее удобнее. Вот, но зато не будете видеть мы физиально. Сейчас я включу экран, а вы расскажете, видите вы это или нет. Так, вы увидели мой экран. Да, видно хорошо. Видно, да? И гораздо лучше. Лучше, да? А меня, соответственно, не видно, да? И вас тоже видно, это в разных окнах. А сейчас нет. Окей, хорошо. Значит, мы только что рассматривали эту картинку. Да, значит, имейте в виду, что в таком режиме, оказывается, не вижу чата, так что если кому-то что-то сказать, подскажите голосом. Значит так. Это то же самое, только крупным планом. Значит, направление с... Скажите, вы сейчас видите мой курсор? Когда я им шевелю. Да, видим. Отлично. Тогда даже удобнее. Значит, направление вот это вот. Это направление с юга на север. Значит, вот засыпанная седловина. Вот шоссе, которое, мы сказали, проходит вокруг старого города под стеной плача. Значит, где-то вот здесь находятся мусорные ворота. Значит, все, что за пределами экрана, левее и ниже, это город Давидов. Значит, здесь засыпанная седловина. Где-то здесь стоял Давидов дворец. Значит, вот мечеть Алекца. Вот золотой купол. И, скорее всего, севернее его примерно вот здесь. Настоящее место храма. Значит, вот восточная стена старого города. Естественно, источника мы не видим. Он вправо за пределами нашего картина. Значит, следующая картинка. Это самая раскопанная часть города Давидов. Это... Я сейчас вернусь на одну картинку назад. Это вот здесь. Это вот здесь. Значит, это то место, где начинался подъем к верхней части города, к Акрополю, к Офелю, к Давидову дворцу. Значит, город, понятно, стоял ступенью. Значит, раскопано очень неплохо. Значит, то, что мы здесь видим, это Давидовского времени стена. Значит, это кладка ровно Давидовского времени. Это часть крепости Силона. Часть Офеля. Значит, такая вот очень характерная ступенчатая кладка. Где-то наверху, за пределами нашего кадра, севернее, стоял Давидов дворец. А внизу начинался туда, налево вниз, то есть на юг, спускаться живой город, ступенью бежа к источнику. Так вот, не трудно понять, что чем выше по склону, чем где к царскому дворцу. Тем более, знатные семейства. Значит, знат в более просторных домах, жива вот здесь, прямо непосредственно у подножия царского дворца. А люди попроще, в гораздо более честных домах, жили внизу. Значит, где-то непосредственно под царским дворцем, под этими ступенями, может быть, вот в этом здании. Может быть, в любом из соседних зданий раскопанных. Находился дом полководца Давида в районе Юлия. Значит, именно там, на плоской крыше, в некоторый момент, Давидов наружу окупающегося Мерсаля. Значит, и тут, после этого разговора, геометрия становится абсолютно ясной. Мы ясно понимаем, каким образом из верхнего города царь, естественно, будет открывать крышу всего того, что находится в Мерсале. Значит, кто не был, моя самая горячая, настоятельная рекомендация с серьезной экскурсией пройти по этому раскопанному Давидову городу, как в Мерсале. Значит, вот еще картинка, значит, мы будем говорить потом про архитектуру, про устройство храма, значит, от собственной детали декора осталось очень немного. Ну вот, когда мы говорим колонны, обычные колонны, которые подпирались от всех сторон, как они могли выглядеть, это был стандарт капитерии колонны того времени. Нет, стандарт на самом деле, в некотором роде смешанно ассирийско-елитовский. Значит, это конкретно найдено не в городе Давида, а несколько южнее, кто знает, на территории современного Рамат-Рахэль из Иерусалима. Но это ровно та же эпоха, значит, колонны можете представлять себе вот таким образом. Кстати, сказать, ну, наверняка все видели израильскую пятишекелевую монету. Это ровно то, что на вот этой капитализе ровно то, что на израильской пятишекелевой монете изображено. Значит, еще одна фотография того же самого. Значит, вид, вот мы смотрим отсюда, туда, наверх, с юга, наверх. Посмотрите, насколько круто спускается город. Значит, вот в самой северной части мы видим вот здесь серый купол Аляковского места Давидова дворца. Значит, вот здесь фрагмент этой стены, ступенчатой, которую мы видели. А здесь раскопанные дома, значит, вторая вот где-то здесь купалась на крыше Версалья. На этой фото хорошо видно, значит, Анвосток, вот здесь, где мы украшаемся сейчас, для юники дрона. Вот Масличная гора, вот Гусеманский сад. Забавная картинка. Это коллекция, она хранится в управлении Древненским. Это коллекция бул. То есть була, это прокатанные на воске или на глине, в те времена, сухуча, понятно, еще не было, на воске или на глине прокатанные печати, которые могли запечатывать письма, могли запечатывать сосуды. Их найдены, наверное, многие десятки в городе Давида, и многие эти печати несут на себе конкретные имена чиновников Давида и Солома, которые категорировались в Древнейском тексте. Значит, вот, если аккуратно прочесть, то просто только из этих участков на губах из города Давида можно составить себе первое представление о буквально историческом соответствии в этом месте текста книги пророка Самуила о реальной исторической реальности. Окей, мы возвращаемся на это как-нибудь одну секунду по времени назад. Значит, вот Давид, мы помним, из Аудейского с песнями, плясками, бубнами «Тащит ковчег». Значит, мы помним, я сейчас каждый день в книге Самуила и книге «Хроник». По книге «Хроник» по книге «Хроник» по книге «Хроник» по книге «Хроник» пытается максимально создать параллелизм рассказов о Давиде и о Маше. Нападение того, как при машине все происходило, значит, книга «Хроник» будет рисовать максимально проверенную картинку из Давида. Значит, мы помним, что несколько раз происходили неприятные инциденты. Кто-то по дороге от большого восторга прикасался к ковчегу и, конечно же, падал мертвый. Значит, вот этот несчастный здесь изображен. Поэтому ковчег не сразу был внесен в Иерусалим, какое-то время садился вне города. Потом Давид увидел, что все в порядке, и все-таки переносло. Ну и понятно, вот он изображен в красном одеянии с качествица. Мы говорили, что это все плохо кончилось, это не понравилось и уважение Михайловича с большим отекающим последствиями. Кажем к следующим. Гумануарабы. И вот тут нам нужно остановиться, тут есть существенные детали. Значит, мы помним, Давид делает нехорошую перепись, народ нападает в мор. Давид молит, что пророк говорит, что они купили, но у них усея равны. Мы обсуждали, за сколько он его купил. И построят там жестник. Значит, вот Давид строит жестник, приносит публичное отношение и может прекращаться. Значит, обращаю ваше внимание на то, что жестник просто нормальный из камней. Такие, какие вот. Вот он, это самый жестник. Значит, форма такая же, как мы с вами уже знаем. Вот, никто не заморачивался. Мы говорили, что жестников в том моменту было много. Давид наскоро все это... Помните, мы говорили, мор должен был продолжаться три дня, а к полутора дням он уже прекратился. То есть, Давид успел молиться, Давид успел поговорить с пророком, Давид успел купить губную равны и быстренько-быстренько сородить жестник за полтора дня. Значит, это вершина храма Базара. Понятно, что вокруг никаких построек нет. Значит, на картинке справа вот здесь изображена, собственно, самим усея равна со своими детьми. А вот груда обмолоченного зерна, мы помним, это все-таки гумного или что-то. Значит, вот жестник. И вот тут нам очень важна первый раз вот эта вот фигура, которая стоит на жестнике, белая свечейская аллергия, с красным, напомним, разнообразным бедным поясом. Значит, это то, что мы сегодня назвали бы первосвященник. Хотя, на самом деле, само понятие первосвященник, ну, на иврите, а Коэна Гадури, главный священник или большой священник, должность первосвященника в то время еще не фигурирует. Даже само Аарон называется просто священником. Когда Моисей назначает Аарона быть священником, я хочу только напомнить самых первых наших разговоров, кто не был, кто не помнит, слово Коэн, вот есть сейчас слово Леви. Леви – это фамилия, Леви – это происходящее. Левиты – это те, которые происходят из колена Левисона и Акова. Коэн – это не фамилия, это профессия. Коэн – это буквально священнослужитель. И вот Аарон назвал еще это священнослужитель. Понятие большой священнослужитель Акоэль на Гадури появляется в реальности только в начале второго храма. А пока есть просто ряд священнослужителей. Так вот, мы помним, что к моменту, когда при Довиде вообще все это происходит, мы говорим правильнее в десятый век, в стране отнюдь не один жертвенник. И Давид строит отнюдь не первый жертвенник. Жертвенники были на высотах, там-то жили люди, там-то им было это удобно. И как мы чуть позднее сейчас увидим, на момент тех, кто делал в Иерусалиме, построенном, самый крупный жертвенник был к... северо-западу от Иерусалима в Гевонях. Давид наскоро расстроился жертвенник здесь. И тут нам важна фигура этого священника. Значит, она принципиально важна для всей будущей еврейской истории и истории храма. Понятно, что во времена Давида священника было не один, их было много при разных жертвах. Главный священник, который был при главном жертвеннике, он был одним из стабильников Давида. Звали его Эвьятар. Эвьятар Акуэн. И вот он был при жертвеннике в Гевоне. И за поры до времени он там и остается. А кроме того, был особо приближенный к Давиду человек тоже священнического сословия. Нам сейчас не важно, какая история их сблизила. Но важно, что именно его Давид назначает. Вот если есть жертвенник, то при нем должен быть Каэн. Давид же сам не может принять жертву, Давид не может служить, а служить должен Каэн. И вот он из своих приближенных выбирает священника, который был его соратником, которого зовут Цадок. И вот этот Цадок, от него идут дальше, вплоть до разрушения второго храма, все священнические роды. Этот Цадок, он, понятно, относился к правильной линии. Мы помним Аарон, Эвазар, Пенхаз. И вот он относился к отлегине Аарона, Эвазара, Пенхаза. Значит, он был священником при Давиде. И когда мы будем создать второй храм, мы будем говорить, что там всем известная слова партия Садбукеев. Это потомки священника Цадока. Значит, во всех следующих поколениях, вплоть до полного упадка храма во времена Ерды Великого, во всех последующих поколениях, если кто-то хотел быть развященником, ему нужно было доказывать линию происхождения именно от Цадока, вот этого персонажа, который стоит при первом жертвоприношении на храм Багаря. Значит, еще раз, ну, если не считать времена Авраама и прочее, первое жертвоприношение на храм Багаря, это жертвоприношение при Давиде, в момент окончания мора, сразу после покупки Багаря, руками первосвященника Цадока, вот он изображен. Идем дальше. Значит, на этой картинке показана карта владений царства Дамирия Соломона в момент максимального их расцвета. Значит, я хочу напомнить вам важное соображение, которое мы уже обсуждали. Когда Давид просит Всевышнего, чтобы он всевышний разрешил ему Давиду построить храм, Всевышний отказывает. Мотивация, что вот ты все уже не творишь. А спрашивается, что если я войну, то почему бы мне не строят храм? И здесь формальный ответ, вот какой очень важный. Еще в тое сказано, я повторяю, неоднократно в разных контекстах. Помните, мы говорили, что не упомянуто место, но сказано, когда ты сбоюешь землю и отдохнешь, вот тут представленная фраза, отдохнешь от врагов своих, вот тогда ты поставишь жертвенник, не храм, а жертвенник, на месте, которое я тебе укажу. Так вот, при Давиде никакого отдыха видно не было. Давид уже не воюет до последнего своего дня. И Давид доставляет наследство Соломону, гигантское царство, может быть, на тот момент просто, ну не считая Египту, самое могущественное в этом регионе. И понятно, что пока все это происходит, это не называется Абрама. Значит, вот в результате на нашей карте красная линия обозначена реальное военное достижение. Давайте начинать смотреть. Значит, вот Иварский залив. Значит, вот примерная линия, соответствующая современной границе Израиля. Почему так отдельную длинную тему? Здесь проходит некоторая ваза, идущая через Синай, и это, по-видимому, вот тот самый Синайский поток, эгипетский поток, который упомянут еще в обитавании Абрама. Ну, что для нас принципиально важно будет на дальше? Это выход Давидова и Соломона, влашарства, как и сегодняшнего Израиля, одной маленькой точечкой, вот здесь, к Красному морю, в районе современной поездки. Значит, пустынная зона. То, что мы обсуждали в прошлый раз, зону Иуды, южное колено, зона, которая потом станет базой северных колен Израиля. А вот все вот это, посмотрите, вплоть до куда. Глядите, вот Дамаск, насколько Дамаск был в крале Стодавида. Насколько северная Дамаска, практически до современной границы Турции, ровно до реки Ефрат. Значит, вот, посмотрите, вот это, это уже верховье Ефрата. Значит, все это от египтской реки Ефрата, включая, как мы видим, большую территорию Заяргания, все это было Давиду и Сломоне в отверстии. Значит, в этом виде Давид Сломона царство оставляет. И именно вот эта ситуация, ее, очевидно, все бурно читают соответствующие описания соответствующие описания отдохнешь от врагов своих, значит, только в этой ситуации становится возможным строить храм. Кстати, обратите внимание, даже во времена пика развития Давида и Соломона остается вот этот крохотный выделенный анклав Филистии, где Филистинляния. Значит, мы помним, что Давид Семляния не справился, он существенно сжал их территория, но выжить их полностью не мог. И еще при Давиде и Соломоне Филистинляния здесь остаются и являются небольшим анклавом. Так будет на протяжении всей истории первого храма. И государство Филистинлян уничтожат позднее только Вавилон, тогда же, когда он уничтожает еврейское государство. Значит, вплоть до Вавилона территория Филистинлян здесь остается выкладывательной. Значит, еще одна важная зона, нарисованная здесь розовым. Вот она, видите, она тоже вне красной части. Синики. Значит, там были главные города, ну, я буду называть их библейскими именами, Цорцы, Дон, Гваль, Тир, Сайда, Гваль, потом стали называть Библ, это Библия, Брит, он же Бейрут. Это территория, как мы будем обсуждать, дружескать, находясь в собомонах Филистинский царств. Мы увидим, насколько связаны они были. Значит, и самым крупным городом и столицей всей этой Филистинки был вот этот, вот находящийся здесь город Тир. Значит, это то, что касается географии Давидово-Исламонного царства. Картинка следующая. Мы, прежде чем перейти к строительству храма Соломона, мы будем говорить о невообразимых совершенно досмоголических, ничем не сопоставимых ресурсах, которые были ложны Соломонами в создании храма в Иерусалиме и, собственно говоря, развитии Иерусалима. Значит, город Соломона и храм Соломона, они, безусловно, однозначно всем тогдашим цивилизованным миром воспринимались как чудо света и в некотором смысле центр мира. Иерусалим Соломона был более развит, более богат, чем даже столица Осирии немедленно. И нам нужно сейчас понять, откуда взялось вот это немалерное богатство. Нам нужно, чтобы дальше про Соломону было понятно, немножко сказать про экономическую географию того времени. Это вообще официантно-рубилейская история принципиально важных актов, которые надо перевести. Хотите, считайте это случайностью, хотите, считайте это божественным предопределением. Оказалось так, собственно, вот тогда, в следующий год назад и никуда не девается по сегодняшнему день, как мы сейчас говорим. Оказалось так, что Земля-Израиль она обладает абсолютно уникальным положением геополитическим на Брежнем Востоке сразу из двух соображений. Соображение первое, мы знаем, что во всем Древнем мире было два главных очага человеческой стимулизации. Один был в Месопотамии, в Междуречии, на территории современного Ирака и Равна, а второй был в Дентиньеве в Египте. И, собственно говоря, вся еврейская история, первого храма, это так или иначе история военного противостояния Египта и тому царству, которое было в Месопоте. Здесь зеленым на этой картине зафлихована зона, которую принято сегодня называть Плодородный Повый Месец. Дело в том, что большая часть этой карты представляет собой либо непроходимый город, либо пустыня. Единственное, где есть плодородная земля, это то, что зафлиховано здесь зеленое. И понятно, что из Египта в Месопотамию, из Месопотамии в Египет вот так через пустыню, через всю аравийскую пустыню ты не попрешь. Ни армия не пойдет, ни караван не пойдет. Это совершенно невозможно никому не нужно. Главный торговый путь из Месопотамии в Египет он шел вот до этого северо-востокного угла Средневного моря. И, естественно, тут были важнейшие библейские эпохи государства, да и в юнистическую эпоху тут были самые крупные города, в частности вот здесь был Санит и Антиохина на месте рядышком с библейским уголитом. Так вот, попасть из Междуречия в Египет можно было только по этой дуге, которая называлась полдором на полуницец, но и в рейсе это полеярно. И понятно, что устным бутылочным горбушкам эта история оказывалась вот узкая полоса трудородных земель в стране Израиля. Значит, кто хотел египсианин, эстеричин, вылеванин, персин, греки, римляне, все, кто хотел вводить, а хотели вводить, честно, все этой зоны, для них ключевой и военной, и торговой проблемой было вводить вот этим бутылочным горбушкам. Можно отдельно говорить, это касается нашего курса про храм, как конкретно проходили здесь главные дороги. Эти пути хорошо описаны, хорошо известны, там центральная позиция снимала Соломонов город Крисниц, Магино, о котором мы еще скажем. Это примерно вот здесь. Значит, Эль-Звель оказалась мостом между египтовыми спортами с областями. Повторяю, как военным, так и так. Еще более значимая вещь, повторяю, это район наделена как бы двумя чудесами геополитического положения. Чудо первое, это вот то, что она является узким бутылочным горбушком подородной земли между египтами и спотами. Чудо второе, еще более значимое. Посмотрите, на этой карте это очень ясно. Наш район это место узкого перешейка между Башейными Атлантического и Индийского океана. То есть между Средиземным морем здесь и Красным морем здесь. Значит, ну, понятно, что сегодня существует Советский канал, тогда его не было, кстати, Советский канал начали копать еще аж при имплинаторе истисиане, только не кончено. И катали, собственно говоря, забегая вперед индийское веноплемное после лудийской войны. Так вот, до каких-либо каналов было еще далеко, но что здесь происходил кратчайший сухопутный путь между Средиземным морским Бабарежем и водами Красного моря, то есть Индийского океана. То есть любая торговля Африка и с Востоком, если ее хотели исквозить скорее Средиземным морским из Уфы, эта торговля подразумевала владение вот этим вот сухопутным перешейком. И когда описывается, собственно говоря, экономическая строительная деятельность Соломона в Библийском тексте рассказывается, что Соломон был в шоюзе с финикийцами, а финикийцы были главные мореплаватели, финикийцы поставили Соломону флот, а Соломон уведлился послушай перелести частично корабли, а частично бревна, кстати, потом подвигу старели к нему крестоносцы. От района Средномуск, ближай, от района Газа до района Элата. И Соломон создал, во-первых, флот, который был совместный еврейско-финикийский проект. Финикийцы обеспечивали морское сообщение по Средиземному морю вплоть до герху лесовых столбов. А Соломон обеспечивал морское сообщение на юг со всей Аравии, Индии, Абрики и Соломону принадлежала вот эта дорога со всеми тегачей. Значит, именно на вот этом торговом проекте, связавшем Африку, Индию и Арагию с Средиземноморским миром, базировалось фантастическое совершение богатства Соломонного царства, и то, как он все это финансировал. К тому есть очень подробные рассказы с описанием количеств импортированного золота, пряности и всего Соломонного царства. Надо сказать, что это уникальное положение Израиля сохраняет свою значимость аж по сегодняшний день. Если вы приедете в Иллад современный, вы посмотрите там рядом с нефтенолюбным портом есть гиганткая, совершенно огромная в нескольких квадратных километров автомобильная парковочная площадка. учитывая, что египтяне очень дорого берут, просто неимоверно дорого берут за проход через советский канал, выясняется, что японским, корейским производителям автомобилей, которые экспортируют автомобили в Европу, им дешевле приплыть в Ивановский порт, выгрузить там автомобили, вот по этой шеломоновой дороге доехать послушать до Аждовского порта в Израиле, послушать эти автомобили, а оттуда морем ровно, как в времена кинекийцев, уже куда надо в Европу. Выясняется, что это дешевле, чем пользоваться эгипским советским каналом, так что все это вынканы работают по всему энергетику. То, что мы сказали, это ситуация того мира, который дал Всевышний после Давидов завоевания сломонному царству, и это обоснование финансово-организационной технической сломоновой возможности строить храм. Значит, следующая картинка это, собственно говоря, то, как сегодня изображено, как мы сегодня представляем здание храма. Значит, мы не успеем сегодня все сказать про храмовое здание, и не успеем даже сказать все про его строительство. Я пока за оставшееся небольшое время, которое урок осталось, хочу коснуться будущей. Следующий наш урок вернемся в самом начале к этой же картинке, по ней будем еще очень много чего обсуждать. Я хочу пока коснуться будущей. Значит, первое это размер здания. Значит, про строительство сломанного храма. У нас, как водятся, два текста книги Шарств и книги Хроник. Естественно, они друг друга противоречивают в рамках всего того, что мы уже обсуждали. И в связи со строительством храма есть много деталей противоречия, но вот главных я хочу сейчас поделить. Первое, мы ее уже обсуждали когда-то, это кто спланировал и спроектировал все, что будет. Значит, по книге Хроник, что очень естественно, по книге Шарств, простите, современное строительство, говорится о том, что Давид всего лишь купил губного рана и построил там же храм. По книге Шарств, по книге Хроник, ситуация совершенно не такая. Давид, ему, конечно, не длежно построить храм, но он приводит строительные материалы, он вместе с пророком Сумбуем сидит, планирует храм, он набирает 24 смены священника, о которых он говорит. Все это делает еще Давид. Я не помню, есть ли или нет, картинка или нет. Ну, не важно. Значит, это несоответствие номера. Несоответствие номера 2 совсем банального. это размеры здания. Значит, разница оглушительная в размерах. Значит, по и той, в другой книгах данные аккуратные размеры по симпозиции. И разница вот какая. По книге царств Шаламонов храм имел 30 локтей в высоту. Значит, мы помним локтей с полметра. Дальше все будем сутать в локтях. Значит, локтей с полметра. 30 локтей это 15 метров. 15 метров это пятишестиэтажное здание современное, что абсолютно соответствует нашему представлению о высоте самых больших парадных построек того времени. Книга же Хроник дает абсолютную ужительную невозможность. Она дает высоту 120 локтей. 120 локтей это 60 метров. Это 17-18 этажное здание. Это была высота только второго Иркетского храма. Но в эллинистическое время уже строили иначе. 17-18 этажная постройка во времена Соломона была абсолютно мыслимой. И это просто как бы из книги Хроник Преволечения. Последнее несоответствующее дубопытное это это о том кто и как строил этот самый храм. Значит книга Чарства рассказывает что феникийский царь Херам Кирский царь Херам который царь был вывален и к Давиду и к сыну Соломона мы не можем сказать был ли это тот же самый Херам при Давиде Соломоне или два разных нам не так существенно мы говорили Херам по обеим книгам Херам присылает к Давиду и материалы из отчих для того чтобы строить Давиду дворец вот тот самый дворец на месте современной Аляксен и с этим такого спора нет а потом при Соломоне Херам Соломоном в рамках пакетной сделки по всей экономике она обсуждали пакетная сделка была очень велика с представлением флота с открытием портов на обоих морях и так далее изначенных пакетной сделки Херам сплавляет ливанские кедры в на юг из Тира скорее всего Даянского порта и из Яфа это переводится в Руссадин основная часть создания храма конечно же деревьев надо сказать что в библейской системе символов да и по факту строительства у нас же на Ближнем Востоке не очень все хорошо с деревьями тем более с высокими строевыми деревьями тем более менее единственное крепкие высокие строевые деревья это как раз кедры ну некоторые разновидности сосновых войнах которые растет в горах верхней Берлии и в Ливане вы знаете естественно что даже на государственном дереве Ливана сегодня изображены тот самый тедр из которого сломан храм строен и если в европейской традиционной системе символики все знают что символом крепкого мощного дерева является дуб то у нас на Ближнем Востоке ничего такого нет у нас дубы тоже есть но наши дубы мы уже обсуждали в другой среде это фактически кустарниковые деревья этим ничего строить нельзя и символом мощи среди деревьев является именно кедр символом строимости кипарис и вот из кедров кипарисов собственно говоря были построены деревянные части сломановых храмов а символом подгорода является пальма значит это забавно для европейского человека пальма это символ строимости в последствии современных химиатерских языках изображение строим как пальма так вот в библейском тексте пальма это не символ строимости а символ плодородия там любой живущий на ближнем в основном человек знает что у высокого стола пальма в тени ее особенно не посидишь но что кто видел плодоносящую финиковую пальму с огромными тучными гроидами святая свящих химиков с которых могут даже и сладкие финиковые ноткакать на земле вот это свящая плодородия повторяю плодородия пальма стройность кипарис могущество кедр значит вот из этих самых ливанских кедров были построены деревянные части храма хирам предоставляет сломону все вот это хирам предоставляет бригаду рабочих хирам предоставляет все логистику этого дела и о 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 за это платят есть прямое сообщение о том сколько чего много сломон выплачивает по ежегодному контракту для хирама все это будут пока следующий раз но мне сейчас важна единственная деталь я напоминаю мы говорим о расхождении между хрониками и шахтами значит книга шахтами говорит что сломон получает от хирама помимо строительных материалов помимо рабочих сломон получает от хирама эксперт по строительству этот эксперт по строительству он назван тоже хирам очевидно было расстаненное имя он назван тоже хирам хирам бен али и сказано в книге что он сын вдовы из колена на столе мы помним столице одной сетки сын вдовы из колена на столе а его покорный отец был кирцем то есть книги это рассказ книги хроник книги хроник рассказывается ровно то же самое за исключением одной дотой там этот сын вдовы оказывается не из колена на столе а из колена дана тоже живет на сетке и вот закончим вопрос кто может сообразить почему для книг хроник так важно что именно колена данная а не какой-то другой почему она меняет этот текст повторяю я скорее собачат и не вижу так что кто знает встречайте голос подсказка второй вопрос как звали людей которые для маши в пустыне строили мешкан из каких они были коллег не помню иуды и дана правильно значит Бецалель Бенхур из колена иуды и они прямую названы как бы они назначены целостным и Охуляв из колена дана так вот повторяю книг хроник очень важно создать параллелизм между строительством мешка на пустыне и строительством вот этого храма поэтому из колена иуды у нас понятно с ним проблем нет у нас и царь из колена так вот теперь вот этот человек которого присылает хиран из финики он должен оказаться из колена дана и этот сын несчастной финикийской вдовы он у него пал он оказывается именно из колена дана а не из колена иуды и вообще евреям а не финикишим понятная разница значит последнее скажу повторяю мы начнем сегодня еще наше занятие с этой картинки я хочу успеть единственное что два слова про вот эти вот колонны которые стоят перед входом храма значит обратите внимание в современном архитектуре или скажем в элинистической архитектуре это была бы вещь абсолютно немыслимая колонна она не может стоять просто посреди чистого поля колонна она не только колонна что на ней что-то лежит она что-то поддерживает значит для древнеегипетской архитектуры были характерны такие отдельно стоящие колонны ну например обережки всем известные это же было характерно для финикийской культуры мы сейчас скажем про некоторый очень существенный храм в финикии в тире который раскопан и который скорее всего был структурно похож на Соломон храм Соломон как описывает описание перед входом храм ставят две отдельно стоящие колонны правого он называет ехин левого он называет боаз при этом это забавный логический спор неразрешенки правое и левое это с какой стороны смотреть изнутри здания или снаружи здания поэтому правое это и левое это прямо в писании сказано а вот так смотреть не очень поднимо но так или иначе ехин это боаз он дает некоторые имена само слово ехин означает буквально установит утвердит он имеется в виду всевышний установит утвердит боаз означается в нем то есть всевышним могущество боаз целом устанавливает две отдельно стоящие колонны из меди мы помним меди достаточно дорогой из камня это было бы не круто цельная огромная колонна из меди это да круто вот эти две колонны вот даны их точные размеры по описанию 35 в акте в высоту 35 в акте в высоту то есть те самые 17 метров значит они были скорее всего даже учитывая что они стояли на некоторых постаментах они были даже скорее всего чуть выше здания храма значит на вершине колонн была некоторая двойная структура значит этот шарик он описывается как гранат мы с вами уже говорили о сакральных способах гранаты и о том что гранат это в ближневосточной архитектуре важнейший символ мы говорили о происхождении геологической или из библейского изображения гранаты значит так или иначе нечто похожее на гранат устанавливается на вершине увенчивается 100 маленькими гранатами а поверх светлого нечто похожее на видео вот здесь все это странная структура а все это связано с гранатом оно оплетается грубо говоря анатолем сейчас секунду не могу перезвонить через 5 минут да оно оплетается некоторыми металлическими уже цепями значит таким вот образом выведены эти две наружные карты значит колонны эти в еврейской традиции есть миллион смыслов и комментариев связанных с этим колоннами и каббалистических и каббалистических и таких и сиких назову только всем известные лежащие на поверхности комментарии того что не две колонны это символ некоторого дуализма который просматривается через ту традицию противопоставление правой стороны дерева и так далее с этим все понятно более того например наверное я знаю есть очень известный комментарий на мишну который состоит из двух разных частей одна часть называется лихим другая это полностью вошло в еврейскую традицию в социальность с другой стороны храм Соломона он говорил как чудо-свет это было супер мега-постройка и то что было в храме Соломона и то что были эти огромные бросающиеся в глаза кого-то признания это распаскали для себя все традиции мы помним только что сказали что финикийцы или финикийцы прислали мастеров архитекторов которые строили очередно они не из пайки выстроили проект они строили то что умели то как финикий умели строить храмы и вот один из самых значимых храмов финикий он посвящен финикийскому герою Мелькарто про все это у нас подробно пойдет речь чуть дальше с царствами про финикийские культуры ну помню финикий был божество Баар и Мелькар как мы с вами впоследствии узнаем позднее во времена или лежат с этим на море классические греческие божества перемешивались с местными восточными и Мелькарто впоследствии стал соответствовать Гераку так вот еще в финикийских текстах Гибралтар он назывался Мелькарто Гибралтар и стал бы естественно потом они стали Гераку Геракулесов и стал бы и все это как бы вся вот эта символика она изначально восходит к этим сломанам колонам на входе в храм может быть не все знают что даже значок современный обозначающий доллар буква С создана вертикальными линиями эти две вертикальные линии это две колонны а С это собственно говоря некоторая цепь вокруг них обернута это вместо тех цепей которыми был обернут вот здесь гранат вверху колонны так вот через самые разные традиции эта символика она попала и к современному масону значит вот одно из характерных масонских символических соображений вот посередине масонской знак стыркулим значит масоны понятно справедливо больные каменщики значит их основателем является вот тот самый хиран значит и большой вопрос какого из двух хиранов они считают правильно хиран из калина нафтали из книги царств или хиран из калина дана из книги хроник а некоторые масонские версии считают что это вообще хиран к евреям отношения не имеет их основатель это чижский царь значит у масонов принято на вершине колонн вместо гранатов изображать небесную сферу и земной глобус вот это фотография современного масонского храма в Америке вот глобус изображения небесной сферы и в любом масонском храме на ходе будут стоять вот эти два колонны с таким названия значит вот масонский сувенир ритуальная значит вот изображены те же самые для того на ходе аккуратно вот циркуль вот обратите не стояно как те самые типорисы седлостерами и последние забавные детали это фотографии современного израиля из того сангоевата значит там это отдельная история того как связано историческое масонское движение с Израилем на шантин связано и в иваче стоит мемориал масонскому движению значит вот то же самое изображение циркуля с буквой джи английский год блок и те же самые две колонны с жариком наверху все значит я на этом заканчиваю дозволенная речь значит простите за то что я сбежал останешься 15 минут мне хотелось хоть как-то хотя бы одну тему закончить повторяю в следующий раз мы вернемся ровно в той же точке к картинке общего обжига Соломонова храма и будем разбираться как же и что там в нем было устроено все а да я даже подержу появляющиеся написи спасибо вам за внимание вопросик можно один вопросик вот смотрите вы сказали что грубо говоря нет каких-то оснований полагать что между расположением первого и второго храма есть какая-то разница внутри вот вы показали одну из картинок где стена плача это же одна из стен второго храма нет нет стена плача это не стена храма это вторая часть нашего курска 2 храм стена плача это часть подпорной стеной ирода вокруг храма это не стена храма и стена плача по-любому находится южнее как с золотого купола вот так и второго предполагаемого места если вы вы стали стены плаща, вы представляете себе, что купол не прямо над ней, а несколько севернее? Нет, просто я слышал, что спина плаща есть северная стена второго храма, это неправильно, да? Во-первых, не северная, а западная. Во-вторых, не храма, это ирловская подпорная постройка вокруг храма. Это не стена храма, потому что стена храма распространена из города. А, понятно, спасибо. И вот, Марк, вот эти вот картинки, которые вы показывали, вы их в материалы курса можете разместить? Я в начале курса это объяснил, я скажу еще раз. Картинки, которые я показывал, они делятся на две части. Часть картинок, она является копирайтнее и принадлежит Ежесаревскому институту храма, и я не имею права закладывать их в общее пользование, просто по договору я могу им пользоваться, для преподавания, и не могу их выкладывать в сеть. Остальные картинки, например, вот эта фотография, она, конечно, у храма не имеет отношения, и их я, да, могу выкладывать. Вот, я, наверное, в какой-то момент соберу те картинки, которые я могу выкладывать, и дружи, после того, как в Акинтане и Фаиле. Ага, спасибо. Макс, и последний вот вопрос. Смотрите, в 23-й главе книги Шмуэля, первой книги, значит, Давид говорит обиатару, подойди ко мне с Эфодом. Вот этот Эфод, который Давид говорит обиатару, чтобы он подошел, чтобы узнать, да, Эфод – это вот то самое одеяние с нагрудником для священника. Одеяние, где у Рим и Тумим были, да? Да, да. А что, разве в тот момент времени, вот в 23-й главе Шмуэля, Эфод был у абиатара? А где он еще должен был быть? Он был у того священника, который дал главную службу. Но ведь Давид тогда еще убегал от Шоуэля, насколько я понимаю. Да. А, просто биатар был с ним, поэтому он взялся от своего отца. Да, да. Эфод был главным священником. Еще раз. Это тема нашего следующего разговора. На следующем ролике я буду рассказывать про то, как Шуамун смещает биатара и заменяет его садоком. Это некоторая отдельная история. Ну, понятно. Ну, а вообще Эфод... Главный священник – это Ветр. Ну, Эфод, он был один всего, да? Эфод был всего один. Да. Эфод всегда строго один. Ага. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Все. Тогда еще раз спасибо всем за внимание. Вот, я отключаюсь. До свидания. Оlicи. Парни из Тиана. Мепсель. Что еще раз